Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как в программе Adobe Photoshop можно увеличить размер изображения в два раза без существенной потери в качестве. Ну, вернее, увеличение будет происходить у нас не именно в программе Photoshop, а в программе Adobe Camera Raw, в которой встроен непосредственно сам Photoshop. Но здесь вот в чем у нас небольшая может быть проблема. Дело в том, что когда мы хотим открыть изображение в формате JPEG, вот он у меня сейчас открыт как раз в Photoshop, то, соответственно, автоматически в камере RAW это изображение не откроется. Если мы захотим его увеличить, для этого придется пойти в настройки самой камеры RAW и сделать так, чтобы автоматически открывались как непосредственно файлы в формате RAW и файлы в формате JPEG, либо какие-то еще другие. Но это не очень удобно, так как после того, как вы, например, поработаете с фотографией в формате JPEG в камере RAW придется снова перестраивать соответственно камеры RAW, чтобы JPEG у вас автоматом в Photoshop открывался. Одним словом, я уже посмотрел некоторые ролики непосредственно в интернете, где об этой функции говорится, и решил вам показать, как без перенастройки камеры RAW можно сразу открывать формат JPEG в камере RAW и там уже работать соответственно с размером изображения. Я вот эту фотографию закрываю. Так, и смотрите, мы идем просто в пункт меню файл и нажимаем обзор в Bridge. У нас в любой программе Photoshop встроена программа Bridge. это программа, которая осуществляет каталогизацию изображений ну и работать с изображениями как проводники позволяет нам легко и быстро производить. Проводить. Вот. И соответственно у меня здесь специальная папка есть куда я положил фотографию которую хочу улучшить. Вот улучшение она называется. И вот у меня есть вот это же самое изображение в формате JPEG. и смотрите я на него нажимаю правой кнопочкой мышки да и смотрите открыть в камера RAW то есть без какой-то предварительной перенастройки самой камеры RAW это можно сделать. Я открываю сейчас у меня откроется непосредственно эта программа видите камера RAW у меня версии 13.2 вот это новая но я вот опять же читал статьи и смотрел ролики где говорят что именно в последней версии 13.2 этот функционал который улучшает изображение в два раза появился но насколько я помню он еще и раньше появлялся но тем не менее давайте не буду оспаривать кто прав кто нет вот это не так важно давайте просто покажу как это делается и так у нас фотография в формате JPEG открытая просто правой кнопочкой щелкаем и здесь есть такая вот команда улучшить мы сюда нажимаем и у нас сейчас появится вот такой вот интерфейс небольшой где вы можете явно прочитать что функция улучшения использует технологию машинного обучения для повышения качества изображения готовые фото будет сохранено как новое изображение в формате DNG ну это формат адобовский который равносилен формату RAW и соответственно видите здесь стоит галочка супер разрешение увеличивает разрешение изображения вдвое то есть фотография будет увеличена вдвое кстати у меня размер фотографии здесь внизу можно посмотреть 1080x1080 и с разрешением 300 пикселей на дюйм и так что нам нужно сделать нам в принципе остается только нажать на кнопочку улучшить да здесь кстати приблизительное время выполнения 5 минут но по факту происходит это гораздо быстрее вот и кстати за образец он программа берет какой-то участок да вот и показывает нам как это сейчас он будет выглядеть после улучшения ну естественно очень большом увеличении я нажимаю улучшить здесь внизу у нас видите осталась одна наверное минута в принципе все и теперь я нажимаю наверное нажму отмена для того чтобы эта фотография у меня в принципе не открывался ни фотошоп ничего отмена и смотрите видите фотография вот с названием girl улучшена и формате dng у меня в той же папке оказывается да в которой откуда я брал первоначальное изображение я могу вот эти два изображения опять находясь в непосредственно в бридже да выделить правой кнопочкой щелкаю и открыть опять в камере row давайте мы их откроем оба и в камере row можем уже их будет сравнить так значит это у меня изображение вот то которое вот видите улучшилось видите у него размер 2160 давайте зайду сюда так давайте немножко поправлю вот так вот да это разрешение 1080x1080 но если я снова сюда пойду это видите картинка у меня уже вдвое больше да то есть мы видим что увеличение размера изображения и разрешения увеличилось все у нас да и в принципе этот процесс выполнен ну достаточно качественно да если допустим мы также в камере row будем увеличивать это изображение до такого же формата ну размера да как и верхнее да то можно сравнить ну видите я здесь оба увеличиваю то есть одно увеличиваю у меня другое тоже увеличивается и поэтому не дает мне возможности ну сравнить два изображения сразу поэтому я что делаю я с контролом обе эти картинки выделяю вот эту и эту да и открываю их непосредственно в программе фотошоп так у меня открылась только фотография dng ну ничего давайте я открою другую фотографию тоже вот это вот так у меня фотография улучшена открылась я открываю вот эту с которой мы начинали и уже здесь можно сравнить ну давайте вот эту фотографию я нажму улучшена которая ctrl 1 нажимает увеличение до 100% масштаба да вот и давайте теперь мы фотографию тоже увеличим ну примерно так же да и сравним ну конечно для сравнения здесь надо смотреть на экран возможно не через видео на youtube да но тем не менее я могу могу сказать что качество улучшенного изображения да гораздо ну улучшенного увеличенного изображения гораздо гораздо лучше чем исходника вот когда исходники увеличивают такого же размера как и улучшенная фотография я вижу что у меня теряется детализация вот и уже еще чуть-чуть и пойдет уже пикселизация и так далее одним словом функция работает на мой взгляд прекрасно и это опять же прекрасная возможность для тех случаев когда вам нужно или необходимо увеличить изображение ну как минимум два раза ну очевидно эту операцию можно проводить вы улучшили фотографию потом можете улучшенную еще раз улучшить да это будет гораздо удобнее и эффективнее нежели чем вы будете это делать какими-то другими способами ну надеюсь вам все понятно как этот процесс работает да и сам функционал вам пригодится в вашей деятельности спасибо за внимание с вами был Александр Семенов до новых встреч субтитров субтитров